Россия начинается с тебя. В станице Анастасиевской Славянского района прошел ставший уже традиционным слет ученических и студенческих самоуправлений. Лучшие в молодежном самоуправлении традиционно собираются в канун окончания учебного года, чтобы подвести итоги учебы, поделиться опытом и просто отдохнуть. Пионерский костер, песни, искрометные шутки и выступления творческих коллективов – все это и многое другое ожидало участников слета. Славянск-на-Кубани – город студенчества. Реализация молодежной политики на территории нашего района невозможна без активных, творческих, ярких ребят. В нашем районе работают 40 ученических и студенческих самоуправлений. Молодежный совет при главе района, советы при главах поселений и районный ученический совет, в состав которого вошла лучшая и активная молодежь Славянского района. Ежегодно состав самоуправлений пополняется активными, творческими и целеустремленными лидерами. Тому подтверждение след ученических и студенческих самоуправлений. Сегодня снова здесь собрались все самые лучшие, самые активные, скажем так, лучшие у нас дети всего Славянского района. Но самые активные, самые творческие, самые талантливые общественные деятели, лидеры, собственно, школьных самоуправлений, студенческих самоуправлений собрались здесь для того, чтобы просто провести хорошо время, подытожить свой учебный год, подытожить свои добрые дела, снова встретиться всем районам, еще раз познакомиться. Может быть, просто встретиться с старыми друзьями. Здесь большая, обширная программа. Команды-участники выстроились на торжественную линейку на площади перед Домом культуры, где по-молодежному дружно, с энтузиазмом и патриотизмом исполнили гимн Российской Федерации. В течение всего года школьные и студенческие самоуправления активно работали на благо своих учебных заведений и всего района. Краевые благотворительные акции «Снегири желаний», «Вербочка желаний», патриотические акции «Согреем сердца ветеранам». «Мы идем снова там, где гремела война». «Сирень победы», «Георгиевская лента», «Вальс победы», «Профилактические акции», «Онкопатруль», «Здоровята», «Ты не один для детей-сирот». Активными участниками всех этих мероприятий являются студенческие самоуправления. На итоговом слете было принято решение наградить лучших из лучших почетными грамотами и благодарственными письмами. Именно из таких, таких активных, жизнеутверждающих ребят, наверное, зависит и будущее нашей России. Уверен, вы не свернете с этого активного пути, потому что вам не безразлична судьба ваших школ, ваших заведений, ваших родных, ваших близких. Я желаю, чтобы вашими путеводителями были по жизни честь, достоинство и всего вам самого доброго на этом нелёгком пути. Слёт традиционно проходит в мае, и это не случайно. 19 мая в памяти старшего поколения отмечается как День пионерии. В этот день проходили сборы, слёты, концерты, посвящения в пионеры. Новички организации в торжественной обстановке произносили клятву на верность Родине. Студенты и школьники также произнесли торжественную клятву молодого поколения, чтобы сохранить лучшие традиции пионерии и комсомола. На слёте у самых активных ребят нашего района есть возможность не только познакомиться, но и рассказать друг другу о своих достижениях и успехах, а также весело и позитивно провести время в кругу друзей. Для меня эта встреча – это, скажем так, сбор всей семьи, как праздник. Вот реально праздник – сбор всей семьи. Съезжаются все школы, институты, техникумы. Мы, я являюсь регионовцем, и я знаю всех. И мне это настолько радостно, настолько приятно видеть каждого. Это что-то незабываемое. Вот проходит это постоянно в мае, и этот день просто на протяжении всего года остаётся в нашей памяти, и он согревает нашу душу. Сегодняшний день – это день молодёжи. Здесь много людей, много общения. Люди приезжают сюда не только для того, чтобы чего-то для себя нового открыть, а для того, чтобы найти новых друзей, много всего, много нового. Естественно, сюда нужно, чтобы сюда попасть, нужно хорошо учиться. Татьяна Голосова на протяжении учебного года занималась патриотической работой, волонтёрской деятельностью, помогала в организации районных мероприятий. Кроме того, в 2016 году Татьяна стала руководителем молодёжного общественного движения «Регион 93». Для неё участие в слёте – это возможность заявить о себе, проявить все свои творческие, организаторские и лидерские качества. Сегодня самые лучшие активисты Славянского района собрались вместе, поэтому для меня это такой большой праздник. Мы можем повидаться, все, кого давно не видели, вместе побыть плечом к плечу настоящей команды. Те, кто трудился в течение всего года, имеют спортивные заслуги, творческие, общественная деятельность. Организация «Регион 93», волонтёры – все самые лучшие ребята собрались здесь. Для кого-то самоуправление – это повод хорошо и интересно проводить время, для кого-то – возможности заявить о своих качествах. Но главное то, что эта молодёжь неравнодушна к общественной жизни нашего района. После завершения официальной части прошёл праздничный концерт по случаю окончания учебного года, а также игровой квест по станциям «Полевая кухня» и «Молодёжная дискотека». Надежда Неткочева, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».